...разбор клинического случая пациентки 61-го года, диагноз под острый подкриотица, устующий раз, восходящего отдела толстой кишки, Д2,0,0, 2 стадия, хирургическое лечение в 15-м году, 3-я клиническая группа, желудочно-хаминная болезнь, острый конкурозный холецистит, гипертоническая болезнь, вестибулотоксический сетон, осложнение основного диагноза, гигантская псевдокистала желудочной железы, артериальная псевдокитризма. В анализе поступила в апреле 17-го года выставлен в порядке с клиникой острого панкреатита в городскую больницу. Абдоминальный болевой синдром с симптомами интоксикации проводилась консервативная инфузионная терапия с положительным эффектом. По данному ультразвуковому обследованию под оброчной полостью, жалшный пузырь увеличен, заполнен галкими комплиментами. Стенки жалшного пузыря толщи до 4 мм, поджелудочная железа повышена эрогенность и неоднократная структура. В области тела поджелудочной железы жидкостное образование до 6-5 мм. Выписано с улучшением фланового порядка, планировано тренирование кисты поджелудочной железы. В июле 17-го года поступило в экстремном порядке в другую городскую клинику с клиникой острого панкреатита. По данным ультразвуковому области от июня 17-го года поджелудочная железа делацируется. В ее проекции объемное жидкостное образование с неоднократными подвижными сольными компонентами. В анализах крови обращает на себя внимание слежение показателей гемоглобина. В биохимическом анализах крови повышение человеческой фосфатазы, амилазы крови и повышение амилазы моча. По данным гоноскопического исследования от июня 17-го года определяется давление из гни во всей задней степке желудка, во малой кровизне, в антральном отделе желудка, а также в задней и верхней степке луковицы 12-перстной кишки. По данному резонансной томографии желудочная железа дифференцируется только на уровне хвоста и частично тело размерами 2,5 см. Потом железы 3 мм. из вид дали сливается с крупно-желудочным образованием салютовой сумки размерами 20 см. лечебно-диагностический план, эоскопическое тренирование висептокисты поджелудочной железы, цель демонстрации, уточнение характера патологических изменений поджелудочной железы, решение вопроса эвакциональной тактики лечения. Михаил Сергеевич, Андрей Михайлович, мы первым этапом выполнили диагностическую функцию объемного образования. И Михаил Сергеевич, покажите, пожалуйста, какой вы получили секрет. Выполняем аспирационную биопсию, соответственно, и выльдет это как гной. Далее, если мы переключаем наше внимание на эоскопическую тросковое изображение, в режиме доклеровского картирования, мы видим пульсирующие сосуды и прямо под экран, вот здесь вот, остатки, наверное, отход поджелудочной железы и, скорее всего, патриотический проток. После этого мы выходим из увеличения, визуализируем селезерку, и вы видите, по нижней удиофропальной полюсе селезенки, вот эта часть, это анехогенные содержимые, то есть это, скорее всего, асептический асцинт, вызванный проявлением патриотита, скорее всего. Вот, далее мы от хвоста поджелудочной железы, то есть от места там, где должен быть хвост, вращаясь на носку, вроде бы часовой стрелки, и у нас появляется объемное образование. Объемное образование, оно достаточно большое, имеет гетеративную структуру, размер этого образования. Составляет, вот, более 15 сантиметров, при сканировании из 12 перстной кишки, визуализирует, а также, вот, те, голубые, джуньичные железы, геройные, заберутительно, за счет того, что объемное образование изменяет местную анатомию, то структуру тоже все нарушит. Желчный проток до 3-4 миллиметров, за счет, наверное, какой тут, как компрессия объемного образования достаточно именно мягкой, то протоки не расширены, вот, на этом внимание мы останавливать не будем. Мы посмотрим, что это за содержимое в тесте. Мы видим вот этот участок относительно гомогенного содержимого. Вот из этой точки мы выполняли тонко-угольную функцию и брали валовую аспирацию содержимого. И вот это, это, скорее всего, очки некроза, который содержит небольшое количество воздуха и дает акустическую тень. Вот, коллеги, what's your opinion about this lesion? The question from the audience. Hello, it's a huge fisiosis, and we have an analysis of the pancreatitis, pancreatitis, and the pancreatitis in the last nine months is not solved enough. So there is a huge suspicion because the cyst is symptomatic and that is raising, that there is a connection between the pancreatic duct and this cyst. So we have a lot of detritus and suspected nodules here. So the first thing that we are talking about was to see diagnostically what's going on here. So the cystic fluid is brownish and it doesn't seem to be mucinous, is it, you know? So we think it's a good thing to see the content of anylases there and carcinoambionic antigen. And according to the Brugge, it's a cutoff is 190 and we'll see what's going on there. Also, we have to take the content on the microbiology. And we, three of us, four of us, we are talking about because it's a very tense, tense cyst. We have to lower the pressure here, so maybe it's wise to put the best extent to just lower the pressure there and lose the symptoms. So, if you have the test, it's the symptomatical it's around 9 months and increase the size of the размер. There are some signs of pancreatitis. But because it's not modern it's we don't say exactly what it's Плюс к этому, с учетом того, что имеется асцит, мы можем говорить о том, что почему она 9 месяцев существует и почему не разрешен еще асцит для этого времени. Потому что есть сообщение с патроническим продуктом, который, кстати, продуцирует секрет и поддерживает существование киски. Из лечебной тактики мы выбираем выполнение цистотомии. Вот сейчас вы видите, как у нас подсоединен цистотом порт... Михаил Сергеевич, Михаил Сергеевич, мы вынуждены сейчас перейти в другую операционную. Подождите немножечко, там начинается очень интересный случай и мы переключимся к вам через несколько минут. Конечно. Речь у нас слышите? Да, Сергей Владимирович, у нас в правом верхнем углу... Сергей Владимирович, выясните нам, на каком аппарате вы работаете, что это за техника? У нас написано, что химачи, а в обоих? Кондекс на эхо-эндоскопик метр с рабочим каналом 3,8. Используем культурозвуковый центр, компактный культурозвуковый центр, ноу-блус с возможностью достаточно широкого дископического пособия, и эластоперапии, и возможность улучшенного эндоскопического изображения, и возможность контрастирования. Вот, поэтому все хорошо, все прекрасно видно. В правой... справа и вверху мы видим раку от топливовского копирования. Эта рака нам нужна для безопасности выполненной процедуры. На рентгеновском изображении мы видим то, что эхо и нас могут позиционировать так, как нам нужно, в центре. Далее, с помощью электрохирургического прибора, который уже подключен в режиме форс-каббалейшин, мы входим в... Блин, если немножко... Вот, мы визуализируем кистальный кончик, дай мне сейчас. Вот, циста Тома. Вот, который проникает в просвет кисты, вынимаем, в которую часть вставляем в труду. Вот, сейчас, вот, видите, что здесь располагается наш катетер. В катетер мы заряжаем струну, которую выделяется дали нашим проводником. И под рентгенским. Давайте двадцать пятую струну в катетер. Двадцать пятую струну, пойдите, пожалуйста. Вот, очень важно, чтобы у нас был двойной и рентгеновский, и эндоскопический контроль. Это позволит нам максимально контролировать вход струны. Возможность визуализации, вот, то, на этапе, до того, как мы входим в просвет кисты, с использованием дополнительных картинок позволит избежать случайных функций сосудов. Поэтому, слепую или просто под черно-белым изображением не всегда рекомендуется выполнение функций. Соответственно, чем больше объектов для контроля у нас, чем больше методика для контроля есть, тем лучше. Вот, после этого, как мы вошли во просвет кисты, мы убрали внутренний электрон. Вот, и по каналу циститон, циститон фирмы Этнофлекс, мы проводим первую струну. Далее мы смотрим на изображение рентгена. Как струна, видите, проходит в просвет. Этого достаточно. Всё. Теперь мы раскрепощаем вот эту вот часть. И переключаемся, сможем даже переключиться с ультразвукового изображения на обычные дискотические изображения. Воздух. Воздух. Так, вы видите сейчас эндоскопическое изображение? Т.C. 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 Воздух. Да. Т.C. Воздух. А это выходит, т.C. И потихончик выходит. Вот, после этого мы... Стоп-соп, подождите. Подача воздуха... Сейчас где-то должно быть. Первый специалист из фирмы Pentas может вкладывать. Вот, подает особо. Да, можно пока переключить. Мы сейчас разберемся, подает флаг, и потом, когда вернулся. Михаил Сергеевич, если возможно, лаконично, потому что… Да, Андрей Павлович, значит, за следующий период мы выполнили формирование электрохирургического цистогастродостопоза, провели в просвет кисты две струны проводника. Сейчас мы изводим баллон, чтобы немного расширить саму стену. Вы видите, как… Наверное, сейчас нужно переключить на эндоскопическое изображение. Переключите, пожалуйста, чтобы было большое эндоскопическое изображение на экране. Есть она? Вот. Вы видите, как баллон под эндоскопическим контролем проникает два на уровне… Само-что раздуваем сейчас его. Вот визуально, в котором мы раздуваем, 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 раздуваем. Баллон используем в фермо-боссо-сайдите диаметром 6 мм. Вы видите, как активно поступает содержимое из просвета кисты в просвет желудка. Вот. Эта экспозиция, я думаю, достаточно для того, чтобы все с другой баллон и его удалить. Эта экспозиция достаточно для того, чтобы мы расширили достаточно сообщество, чтобы потом провести два пластиковых стен. Струну вперед, и баллон будет туда абсолютно. Михаил Сергеевич, существует ли техническая возможность эвакуации вот этого отделяемого из этой кисты? А после того, как мы струну вперед, а после того, как мы поставим два стена, под стендом и параллельно будет адекватная эвакуация из просвета кисты, что, в общем-то, позволит с профилактической точки зрения… Инфин-сифровомое содержимое при этом отправляется куда? Кистально, где-то живописно-тишечного тракта. Я имел в виду не эвакуацию из кисты, а эвакуацию живописно-тишечного тракта. Есть ли возможность аспирировать? А, конечно, конечно, вот. И после того, как мы выполнили баллонную дилатацию с аусти, мы уже с помощью… Что? Струб, да, струб? По струне-проводнику на доставляющем устройстве будем позиционировать стенды из просвета кисты в просвет журу. Соответственно, используем с учетом размера кисты больших длинных пластиковых стендов типа «Биг Тейл» фирмы «Энтафлекс». Вы что сказали? С учетом размеров, гигантских размеров, чистых, какое количество стендов вы будете планировать? Андрей Михайлович, да, вопрос вы с профессорами обсуждали, что все-таки у нас нет окончательного понимания и видения диагноза. Вот, поэтому мы сейчас поставим два стендов. После этого выполним исследование… Скоро потяги, да? Выполним исследование, содержимое. Убедимся, что там высокий уровень амилаза и минимальный уровень всей 19 дней. Сделаем контрольный звук. Если будут какие-то какие-то воспаления, то мы их дополним, дренируем добавочными устройствами. Да. И выполним еще раз MRT и MRCB в условиях, так сказать, для меньших размеров кисты. Чтобы определить все-таки наличие сообщения с гигантских продуктами. Вы видите, да, как в эндископическом изображении стенд… Первый стенд проходит в просвете кисты. Рентгеновский контроль. Вот. Соответственно, подтягиваем аккуратно струну. Еще, еще, еще подтягиваем, подтягиваем. Вы видите, как в просвете тесты формируются… Вот, и теперь доставляешь устройство, да, синебро, да. Этого достаточно, да. Да, 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 подтягиваем брать. Да, 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 да. Уходим, уходим, уходим. как у нас в просвете киски формируется бросячий хвостик вы удаляете структуру, составляя дренажным устройством полностью киски да, так, поднимаем, удаляем, удаляем, вставку вот, первый стенд, и второй составляющий устройство да, я спал, держу, все удаляем, удаляем, все понимаем, да Михаил Сергеевич, мы посмотрели имплантацию света сейчас переходим к операционному, поскольку второй стенд это функционарный, аналогичный способ мы вас поздравляем с успешным решением клинической задачи я вас поздравляю спасибо спасибо большое спасибо 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 спасибо